У нас тема сегодня подготовка Украины к Олимпийским играм. Я бы хотел начать от обратного. В какой ситуации сегодня наша страна, что касается здоровья нации, и с какими результатами мы подходим к Олимпийским играм? Ну, достаточно обратиться только к статистике, которая говорит о том, что сегодня Украина занимает лидирующие позиции в уровне и количестве смертности в стране. ЮНЕСКО внесла Украину, то есть несколько цифр буквально, ЮНЕСКО внесла Украину в список стран с вымирающим этносом. То есть на сегодняшний день, в 2015 году, у нас в стране на 182 тысячи людей умерло больше, чем родилось. То есть мы вымирающая нация. Украина бьет все рекорды, к сожалению, рекорды, но только не в спорте или не в достижениях, в экономике, в искусстве, в образовании, а рекорды в распространении СПИДа, онкологических заболеваний, рекорды в детской преступности. В Украине каждый десятый не доживает до 35 лет, каждый десятый житель страны. Знаете, есть районы, где смертность настолько высока, что ее можно сравнить с голодомором в то время, когда он был в 30-е годы. Это одна еще такая цифра. Дети, школьники, которые заканчивают 10 класс, это примерно 16-17 лет, имеют состояние здоровья 45-летних людей. То есть у детей такие болезни возникают по окончанию школы, которые обычно начинаются у людей в 40-50 лет. То есть на фоне всей этой статистики мы можем наблюдать о том, что же делает правительство в отношении того, чтобы сохранить здоровье населения, в отношении того, чтобы вакуализировать физическую культуру и спорт. Что же именно? Ну, во-первых, полностью убрали финансирование детско-юношеских спортивных школ. Во-вторых, полностью убрали финансирование оздоровления детей за счет фонда социального страхования. Дальше. Убрали льготу на налогообложение по земле и по недвижимости для физкультурно-спортивных комплексов, в том числе и для санаторно-курортных и оздоровительных заведений. То есть на сегодняшний день какая возникает ситуация? Физкультурные комплексы, например, стадион, манеж, либо бассейн, он всегда был дотационным. Теперь ему нужно будет платить налог за землю, за недвижимость, за землю, на которой он стоит. Ко мне уже обращаются, вот буквально две недели назад, ко мне было письмо от спортивной школы, которая находится в Киевском районе, в Вышгородский район, в Киевской области. Там школа по гребле, она находится на берегу реки. Это примерно 7 гектаров. Было 14, осталось 7. Они говорят, у нас за 15-й год долг за землю 200 тысяч гривен. Мы не можем его физически заплатить. Сегодня эта школа выставляется на приватизацию. Прекрасно мы понимаем, кто ее будет приватизировать. Добросовестные, так сказать, в кавычках, приватизаторы. Через определенное время эта школа перепрофилируется. И на месте этой школы уже возникнет и будут заниматься не дети спортом, а возникнет какой-то коммерческий объект, спортивная или не спортивная, там скажем, оздоровительная база или еще тому подобное. Таких примеров тысяча. И вот, знаете, после того, когда я много лет занимался общественной деятельностью и узнал проблемы спорта не только снутри, но и снаружи, я со своими идеями, проектами, предложениями шел в Верховный Совет. И столкнулся с проблемами, которые создало свое же правительство, своему же народу, своим же людям. И вот мы больше года с депутатами потратили на то, чтобы наконец-то был вынесен на голосование законопроект, который возвращает назад льготы на налогообложения по земле и по недвижимости. Он был проголосован в первое чтение, единогласно поддержан депутатами. Сегодня он дорабатывается в комитете по налогам и таможне. И дальше будет вынесен на голосование во втором чтении. Друзья, для чего я все это говорю? Знаете, есть такое выражение? Осведомлен, значит вооружен. Я хочу, чтобы общество знало о том, в какой сегодня ситуации оно находится. И о том, чтобы оно более требовательно относилось к местным органам власти, что касается здоровья, своего здоровья, здоровья своих детей, здоровья своих семей. Если мы будем знать, в каком состоянии сегодня находится здоровье нашей нации, мы сможем более требовательно и внимательно относиться к себе. Поэтому я, как депутат, готов протянуть руку помощи в рамках своих полномочий для того, чтобы отстаивать те права, которые сегодня нарушаются, или те законы, которые сегодня нарушаются по отношению к людям, по отношению к их правам. Продолжение следует...